Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Мандритский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него все в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, сейчас у нас интересный матч, сразу же стартуем с матча Реал-Валериал. Так что, вот так вот, каламбур небольшой. Также у нас потом будет домашняя игра против Шахтера в Лиге Чемпионов, выездная против Эспаньола и домашняя против Атлетика Бильбао. Поэтому вот такие вот у нас интересные соперники. Ну что же, а я даже и не знаю, на самом деле, рисковать, не рисковать, я, правда, вот не знаю. Валериал идет сейчас на 11 строчке, но у нас есть хороший задел в 4 очка. Я бы рискнул, выйдя вторым составом, которым, кстати, нет, не рискнул, поведется первым. Вот, так что же все, сразу все вопросы у меня отметаются автоматически. Так, Реал проводит победную серию, в 6 матчах ни разу не проиграли. Меня интересует не сиюминутный момент, вот эти все. Так, надо меньше думать о сопернике, здесь тоже вот ответим. И, ну, отвлекаться нельзя. Ну что же, отправляемся первым составом играть против Валериала дома. Ну, а следующую игру в Лиге Чемпионов против Шахтера мы проведем уже, получается, вторым составом. Поехали. Итак, седьмой тур. Реал Мадрид против Валериала. Сантьяго Бернабео принимает этот матч. Поехали. Ох, какой удар-то сейчас и в перекладину пошел от Валериала. В принципе, до удара даже дело не дошло у Мадридского Реала. А здесь сразу так вот Валериал бьет. Ну, вот и контратака. Реал сейчас может забить. Асенсио выводит все-таки вперед. 29-я минута. 1-0. Мадридский Реал вышел вперед благодаря вот этой атаке после контратаки. Замечательно. 40-ая минута. И подача Алабы на дальнюю и Казимира. Посмотрите, как разыграли сейчас просто этот стандарт. Шикарно. А вот и Казимира забил. 42-я минута. Отлично. 2-0. Увеличиваем наше преимущество. И вот на эту атаку можно смотреть часами. Какая мощная подача от Алабы сейчас была, конечно. Ну и как Казимира. Перепрыгнул абсолютно всех. Смог нанести акцентированный удар по воротам. И все. 2-0. Перед перерывом вообще замечательно. Странно, что не в 2 теперь они будут нападающих, а все так же в 1. Надо было бы, мне кажется, увеличивать число нападающих. А вот и сработала замена Вильяреала. Пока Казимира только что вышел. И забивает. 59-ая минута. Уменьшает преимущество Реала. Ну и вот шансы теперь сохраняются у обеих команд. И все. Слава Богу. Минимальная победа Мадридского Реала над Вильяреалом. Это обозначает то, что у нас уже 7 побед из 7 на старте в чемпионате Испании. Замечательный результат показывают сливочные. Ну и сейчас посмотрим, что в принципе должно было быть по матчу. Мы наигрывали на 3 мяча, Вильяреал на 2. То есть в любом случае минимальная победа за нами бы была. Игроком матча стал Марко Асенси. У него гол. Также гол у Казимира. И голевую отдал Давид Алаба и Карим Бензема. Хуже всех, я так понимаю, вот только сыграл Карвахаль. 6-3 оценку он получил. Но остальных ребят вроде все замечательно. Поэтому вот как-то так. Так, сообщение от Милитава. Тренер, я честно беспокоюсь, что вы планировали меня заменить. Просто появление в команде новых лиц в купе со всеми этими слухами из пресса. Выбили меня и сказали, спасибо, что все прояснили. У тебя все получается, скажем так. Эдеру Милитава. Ну что же, у нас сейчас домашняя игра против Шахтера. Они проиграли свою первую игру Камбуру. Вот, поэтому сейчас, скорее всего, они начнут свой путь в этом сезоне в Лиге Чемпионов с двух поражений. Но мы постараемся это сделать, как минимум. Так, нужно сохранить концентрацию нам. Про вторую победу спросили. Есть ли шанс у Шахтера выиграть нас? У нас одна из лучших команд. Поэтому Шахтеру нужно будет постараться, чтобы нас еще обыграть. Ну и отвлекаться нам нельзя. Ну и играть-то мы будем вторым сейчас составом. Поэтому более-менее какие-то шансы, может быть, у Шахтера и появятся. Ну что же, Реал против Шахтера. Второй тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. На Сантьяго Барнабеу Реал принимает Шахтер. Интересно, кто сегодня, конечно, победит. Потому что составы вроде как равные у обеих этих команд. Посмотрим. Может быть, получится и у Шахтера создать сенсацию. Но пока что наблюдаем за исходом матча. Иско находит этим пасом Луку Йовича. И на дальнюю какой навес и какой гол. Вы просто посмотрите, как сейчас раскатали эту атаку. Йович и Иско. Ну и шикарный гол. О, шестая минута. Одинной Реал выходит вперед. Даже вторым, играя составом. Ну и смотрим еще раз. Как Йович здесь накрутил, навертел. И на дальнюю. Это даже больше не на навес, а на прострел было так похоже. Но простреливают чаще всего параллельно. Своему движению здесь более-менее как-то прострел в сторону дальней штанги был. А ось кто-то и зацепит, а вот и зацепил. Именно Иско выводит вперед сейчас Мадридский Реал. Он забивает, если не ошибаюсь, первый гол. Да, первый гол в первом же матче этого сезона в Лиге Чемпионов. С Интером он, значит, не играл. Йович, как сейчас развернул. Оборону Шахтера и все-таки забивает. Вот эти вот парашютики, кстати, я так понял, если уметь их бить, то это действительно имба. В последних выпусках я вот и за Интер в одном матче два мяча так забил. Вот сейчас получилось за Реал. Поэтому неплохо. В тренировочном процессе Казимира забил в Лиге Реалу с очень хорошего розыгрыша углового. Вот сейчас и Венисиус как сейчас отыграл. Вы просто посмотрите, бильярдно так катнул. И дело что-то 3-0, 39-ая минута. Все супер. Ребята молодцы, действительно. Смотрим еще раз. Повтор. Во-первых, здесь и пенальти должно было быть. Мне кажется, если бы не забил Венисиус, можно было вот здесь вот поставить. Но удар шикарный от Бразильца. И 3-0. Иска, Йович и Венисиус. Милитау, Марселла, Венисиус. И вот так вот Бейл с правой ноги увеличивает преимущество Реала. Прямо как в гольфе. Аккуратно, клюшкой подцепил мяч. Ну и шикарный удар. 4-0. Реал переигрывает. По всем статьям. Соперника в Лиге Чемпионов. Марлос. Ух, какой аккуратный сейчас прострел. И Пикфорд. Все-таки нет. Все-таки отдал. Ну, это вот ошибка чисто Пикфорда, я считаю. Это единственный вроде момент сейчас был у Шахтера. В атаке за весь матч. Ну вот, Пикфорд и так пропустил еще и так мяч отдал Марлосу. 4-1. Сам Пикфорд у себя забрал, можно сказать, эту победу в сухую. И Венисиус. Ну нет, арбитр даже не дал продолжить. 4-1. В любом случае разгромная победа Реала над Шахтером на Сантьяго Бернабео. Ошибка Пикфорда. Сейчас, скорее всего, у него будет оценка ниже 6. Но мы посмотрим. Мы посмотрим, что у нас по матчу. Мы наигрывали на 3 мяча. А Реал, кстати, так же. То есть, должна была быть ничья, но вот реализация у нас получше. Либо оборона у Шахтера похуже. Лучшим игроком признан Йович. У него гол плюс 2 голевые. Иска также оформил гол плюс пас. Бейл забил 1 мяч. Так же, как Венисиус. Ну и Вальвердо дал 1 голевую. Ну вот, худшими стали Адриазолы, Фернандес. Ну вот так. Кстати, Пикфорд нет. 7,5 оценку получил. Так что, уже даже неплохо. Итак, ежемесячный отчет у нас скаута. И, в принципе, про молодежную нашу академию. Сейчас посмотрим. Так. Ну вот. Вот этот Симон Кассилио. Сразу до свидания. У него рейтинг уже потенциал ниже 90. А вот, кстати, Руиса. Я бы, конечно, подписал. Но ждем, когда ему будет 16 лет. Потому что рейтинг у него уже общий выше 60. Таких сразу нужно забирать. Подписываем ребят некоторых. Забираем. Ну и сейчас выставим им план развития. Так. Ну, кстати, вот. Есть еще один молодой человек. Тоже слева. Кстати, Анхель Пачека. Давайте мы его сразу... А почему нельзя? А, вот можно. Так. А Руиса? Кстати, тоже можно. Поэтому... А вот. Написали все-таки, что игрок молод. Поэтому надо перевести тогда Пачека. У него уже рейтинг 63. Вот. И сейчас будем с ним уже в основном составе разбираться. Ну что же. Сейчас у нас выездная игра против Эспаньола. Ну и давайте, наверное, выйдем все-таки первым составом. Потому что сейчас у нас и матчи сборных будут. И потом будет там игра с Атлетико Бильбао. Тоже серьезным соперником. Также выйдем первым. Поэтому будем сейчас просто наигрывать какие-нибудь, может быть, комбинации по ходу матча. Эспаньола, Реал. Поехали. Итак. Я не знаю, как даже стадион-то называется. Восьмой тур. В общем. РСИДИ, наверное, стадион. Потому что РСИДИ, в принципе, вот в названии Эспаньола входит в начало и потом Е. Так. РСИДИ, Е. Стадион. Эспаньол против Реала. Мы начинаем. Поехали. Подача от Давида Алабы. И Минди. Как сейчас забил. Я говорю, что тут происходит с Реалом. Уже очередной матч мы забиваем с угловых. И, кстати, Минди. Уже второй гол в сезоне. То есть как-то вот получается у нас разыгрывать эти угловые. Казимира в прошлом матче в чемпионате забил Реалу. И вот сейчас забил Минди. Ну, вы просто посмотрите, а. Шикарно. Я не знаю, вы сейчас там на автогол запишите, либо на Минди. Мне вот это вот интересно. Нет, все-таки записали на Минди второй гол в семи матчах. И пошел Карим Бензема. И перебросились. Снова говорю же, вот эти перебросики, парашютики такие получаются. И сейчас не знаю, запишут ли на Карима Бензему, либо нет. Вот это вот не знаю. Потому что там, мне кажется, и сами защитники уже мяч в подкате забили. Ну, сейчас посмотрим. Еще раз на этот повтор. Вот не знаю, пересек ли там мяч. Почему-то Дидека пока... Не, там в штангу попал как-то так. И может быть... Да, это автогол Дидека. Бензема. Ну что ж, сейчас-то получится. Наконец-то, вот сейчас вот получилось Кариму Бенземе забить именно данный гол. Парашютиком в первом тайме не вышло. Получилось со второй попытки во втором тайме. Теперь уже точно забил именно Карим Бензема. Поэтому вот эти вот классные удары парашютиками. Так что пользуйтесь. А вот и опасный момент. Но нет. Арбитр свистит о истечении матча. 3-0. Реал разгромил Эспаньол. Неплохо, неплохо отыграли. Голы тоже снова на любой вкус. И Минди с углового, и автогол был. И парашютик от Карима Бенземы. Тоже вот неплохой, конечно, получился. На три мяча все так же Реалу наиграл. Замечательно. Эспаньол на ноль. То есть здесь все у нас замечательно. Так, ну и лучшим игроком признан Карим Бензема. Один мяч он забил. Также один забитый у Минди. Голевы, у Тони Кросса и у Давида Алаба. У всех, кстати, игроков оценка выше семерки. Так, ну и у нас Луис Руиз. Наконец-то смог поменять позицию. Вроде он нам еще до сих пор нужен. Почему бы и нет, если у нас будет даже два воспитанника из Академии. На позицию левого защитника ничего страшного. Кого-то одного, значит, мы сразу будем продавать. Там посмотрим, кто из них лучше, кто из них хуже. И попрощаемся. Так, сборная Ирландии нам предлагает стать главным тренером их команды. Мы отклоняем такое предложение. Ну что же, сейчас у нас матч Атлетика Бильбао против Реала. Первые две строчки встречаются. Дальше у нас выездная игра в Лиге Чемпионат. Но это уже в следующем выпуске. Поэтому сейчас мы доигрываем вот этот матч и заканчиваем. Так, спрашивают, сыграет ли еще Бензема. Естественно. Он один из ключевых наших игроков. Восемь матчей у нас идет вот эта победная серия. Поэтому замечательно. Так, ну и надо меньше думать о сопернике. Так, ну что же. Реал против Атлетика Бильбао. Мы играем первым составом. Дома. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Девятый тур. Реал против Атлетика Бильбао. Первая строчка. Против второй. Начинаем. Тони Кросс. Неплохо. Через Бензему. И Асенсио все-таки забивает, прошивает. Луна из Симона. 36-ая минута. 1-0. Снова Реал выходит вперед первым. В любом случае, вот эта вот битва первого места против второго. Что-то может быть да нам и да принесет. И все-таки пропускаем. Вот так вот быстрый гол. На третьей минуте буквально после перерыва. Забивает нам Икер Муниаин. Вот как-то вот на выходе неплохо. Вроде на первом отыграл Куртуа. Ну а дальше вот на вот этом подборе отыграл лучший капитан Атлетика Бильбао. И Карим Бензема все-таки забивает. Выводит Реал вперед. Замечательно. Бензема через Казамиро. И Асенсио увеличивает преимущество. Сегодня и Асенсио шикарно играет. Забивает дубль. 69-ая минута. Реал добивается хорошего преимущества. Все. Финальный сысток. Уверенная домашняя победа Реала над Атлетико. 3-1. Поэтому точно вот первое место в любом случае бы оставалось за Мадридским Реалом. Но теперь по праву достается пока что вот на октябре месяц, так сказать, за Мадридским Реалом. По их джиму наиграли на 4 мяча. Но вот Атлетика даже на 1 ровно мяч свой не наиграли. Так, по оценкам игроков, игроков, игроков. Асенсио лучший игрок. 2 плюс 1 у него замечательно. Бензема забил 1 мяч. И также Мудрич Казамиро отдали по голевой передаче. Ну вот, худшим игроком стал Алаба, Карвахаль, Делик. Ну то есть всегда вот практически, если моменты такие вот возникают, то всегда защитники. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Этожид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова